Владимир Сухинин. Вторая жизнь майора, 12. По лезвию ножа. Пройти по лезвию ножа не каждый сможет, Плетя интриги кружева, надеясь, Бог поможет. Вступил ты на тропу судьбы, в которой шаг и пропасть, А за спиной одни гробы. Твоя душа — сама жестокость. Ария слепого провидца. Императорский Лигерийский театр. Стихи автора. Предисловие. Книга времен, написанная магом-провидцем Аруэлем Сепрамом в 5678 году от сотворения мира. Я, Аруэль Сепрам, милостью творца и ведомый провидением, написал этот труд для потомков. Чтоб знали, что было в начале, и понимали, что будет в будущем. Грамотный прочитает, разумный поймет и обретет знания. Все начало быть, что начало быть по воле Творца, который сотворил своей мудростью и силой этот мир и назвал его Севилла, что значит изначальный дом. Создал сушу и моря, горы и реки, наполнил их всякими тварями и благословил их, чтобы плодились и размножались. Но не было разумных на Севилле, кто мог бы придать ухоженный вид ей, возделывать землю, сажать сады и славить Творца. Мир был гик и опасен. Поэтому творец создал двух братьев, Орка и Альфара. Орку дал во владение необъятную степь, а Альфару — великие леса. Спустились с небес посмотреть на творения Творца прекрасной девы, Фейри, и увидели мир, который был дик и прекрасен. И одели они на себя подобие плоти, и пришли они к первородным, и стали они женами братьев. Долго ли, коротко, но размножались Орки и Альфары, и стало им тесно на Севилле. Стали они мериться, кто старше и первым рожден был. И такая лютая ненависть между ними пробежала, что стали они врагами. Но орков было больше. Они ходили походами в леса своих братьев и жгли священные рощи эльфаров, убивали эльфаров и гибли сами. И так продолжалось долго. Увидел этот Творец, и стало ему горько. Глупы его творения и горды безмерно. Тогда он создал людей и дворфов. Людям отдал поверхность суши, а дворфам — недра. И создал он хранители этого мира, чтобы направляли смертных и берегли изначальный дом. Когда люди и дворфы размножились, Орки и эльфары увидели, что они хорошие ремесленники и умеют возделывать землю, насаждать сады, но слабы и разрознены, и стали брать их в рабство. Шло время, и на севере среди людей выросли два брата — старший Легирий и младший Вангар. Славные были воители. Они объединили племена людей и создали царство. Но тесно им было вдвоем, и говорит Легирий брату, «Давай разделимся, ты уйдешь на запад, а я заберу себе восток». Как порешили, так и сделали. В то время много людей было в рабстве у орков и лесных эльфаров. Вангар огнем и мечом расширил свои земли на запад и создал королевство Вангар. Легирий создал Легирийское королевство и, покоряя племена на севере и на юге, дошел до великого леса. В то время лесные эльфары задумались, как им быть. С юга их подпирают орки, с севера — люди, и создали они новый народ — снежных эльфаров. Скрестили рабов людей, снежных троллей и отступников эльфаров, что говорили святотатство, по мнению жрецов. Мол, творец всех создал равными. Поселили новый народ в горах, что отделяли их лес от степи. Называли те горы снежные. Простирались они от Восточного океана до середины степи. Зимой и летом вершины гор были одеты в лед и снег. По названию гор дали название народу — снежные эльфары. И должны они были защищать великий лес от орков. Прошли тысячи лет, и народ снежных эльфаров размножился и отделился от своих создателей, и началась между ними война. Но потомки Вангара были хитрыми королями. Они тоже хотели выйти из зависимости от лесных эльфаров и предложили снежным эльфарам союз. Объединившись, они разбили лесных эльфаров и загнали первородных в их лес. Легерийцы к тому времени завоевали все земли на юге и востоке до самих степей и превратились в империю. Пользуясь поражением и слабостью лесных эльфаров, начали войну против них. Короли Вангара понимали, что за лесными эльфарами наступит их черед, и предложили лесному народу союз. Вместе они разбили войско легерийского императора, и тогда в мире Севиллы наступило равновесие. Орки перестали проводить опустошительные походы в лес, потому что их в спину били вангарцы и снежные эльфары. Лесные эльфары не могли поработить людей, потому что Вангарское королевство и Легерийская империя объединялись в случае войны. А Легерийская империя не могла напасть на королевство вангар, потому что ей в спину били бы лесные эльфары. Наступил век благоденствия. Развивались ремесла, магические искусства и торговля. Появились у живущих на Севилле разумных рас традиции. Но я сейчас расскажу о традициях снежных эльфаров, потому что традиции людей мы и так все знаем. У снежных эльфаров главное звено общества — это семья. Обычно семьи многодетные. Одна из основных традиций этого народа — плодиться и размножаться. В семьях рождается до десяти детей, но каждый второй ребенок, не дожив до года, умирает. Причину этого никто назвать не может. Но если ребенок пережил свой первый год, дальше он растет без болезней. Снежные эльфары очень сильные и выносливые, магически одаренные. Мужчины эльфары по силе равны оркам, а по ловкости — лесным эльфарам. Семьи объединяются в рода, а рода — в племена, которые у них зовутся домом. Названия домам даются по местности. Например, дом зеркального водопада. Первая семья этого дома поселилась у водопада. В роду бывает от десяти до пятнадцати семей. В доме — от десяти до двадцати родов. Во главе семьи стоит глава, самый старший мужчина. Пока мужчина не женился, он принадлежит семье. Как женился, образует свою семью, ему выделяют на дел. Во главе рода — глава, глава самой старшей семьи в роде. Во главе дома стоит глава дома, глава старшего рода. Снежные эльфары — отличные земледельцы и скотоводы. Они собирают по два урожая в год. Выращивают пшеницу и прочие злаки, виноград, фрукты. Их стада полны коров, коз и баранов. Свиней не держат, но охотятся на них в лесах на склонах гор. У снежных эльфаров есть разделение. Одни рода трудятся в поле, другие занимаются животноводством, а третий служит воинами. Это тоже традиция этого народа. Все воины хорошо обучены и вооружены. У каждого воина есть свой конь. В бой идут конными. Из работников набирается пешее ополчение, копейщики и стрелки. Законов у них нет, а есть традиции. Суд вершит глава рода, а споры между родами разбирает глава дома. Снежные эльфары очень горды и щепетильны в вопросах чести. Если задеть честь снежного эльфара, он вызовет вас на поединок до смерти. Между собой они также устраивают поединки до смерти. В богов они не верят, но верят в предопределенность судьбы. Их принцип — делай, что можешь, и прими то, что будет. Нежные эльфары разделены по старшинству. Есть старшие дома и младшие дома. Старшие дома правят, и из их домов выбирают великого князя. Ему помогает великий совет из предсказателей старших домов. У младших домов свой малый совет. Младшие дома появились после войны с лесными эльфарами и когда народ размножился. Места для жительства стало не хватать. Тогда стали отделять вторых и третьих сыновей и отправлять их осваивать горы на запад и восток. Есть еще один очень интересный момент в жизни снежных эльфаров. Одновременно с ними в горах появились дворфы. Сами дворфы рассказывают, что их, спасая от проклятия, сюда переселила из-за девяти земель и десяти морей богиня Биота. Они обжились внутри гор и стали существовать рядом со снежными эльфарами. В каждой семье дворфа богине посвящен алтарь. Дворфы добывают металлы, золото, серебро, драгоценные камни. Делают доспехи и оружие. Они торгуют с эльфарами, получая взамен продовольствие. В войнах дворфы не участвуют и стараются торговать со всеми. Поэтому в земли снежных эльфаров ходят караваны купцов, что не нравится снежным эльфарам, которые очень замкнутые и не любят чужеземцев. Но дворфы не хотят иметь снежных эльфаров как посредников, поэтому те вынуждены мириться с гостями. Для них специально построены постоялые дворы. В свои постоялые дворы они никого из чужаков не пускают. В горах построены хорошие дороги, которые соединяют дома в княжестве. Глава дома живет в большой крепости, куда, если возникает такая необходимость, прячутся остальные жители. Вокруг крепости располагаются поселки родов. У каждого рода свой поселок и своя земля. Поселки окружены небольшими стенами их камней. Но больше для защиты животных от хищников, чем от врага. Есть еще традиция у снежных эльфаров. Если эльфар спасет чужеземца, то весь народ не может ему навредить в течение года. По истечении года уже можно. Если чужеземец спасет эльфара, то за него вступится род спасенного. Этот чужеземец будет находиться под покровительством этого рода. Он может прийти и жить там в течение года. Но покровительство сохраняется на всю жизнь. Если чужеземец спасет члена княжеского рода, то он может быть принят в один из домов на равных с эльфарами правах. Но он должен создать семью. Если в его семью войдет два снежных эльфара, он может основать свой род. Если три снежных эльфара, он вправе основать уже дом. Ему выделят земли, которые он должен будет обустроить. А именно, он должен в течение года построить крепость и дорогу, соединяющую с княжеством. Но я не имею на этот счет знаний, чтобы такое когда-либо происходило. Зато знаю, что если чужеземец не сможет этого сделать, он изгоняется из княжества как неблагословленный судьбой. Если эльфар не создал семью до тридцати весен, он живет с родителями. Если родители умерли, а он остался один в семье, у него отбирают на дел и передают другой семье. Таких зовут бобылями и отправляют служить в армию. Снежные эльфары любят веселиться. У них много праздников. Самое главное — рождение детей и первый прожитый год семьи. Они танцуют и веселятся. У снежных эльфаров ценится красивое пение и умение танцевать. Еще ценится у них воинское искусство, и они устраивают турниры.